здравствуй андре привет дорогая замечательно 1 1 мужчина который мне целует руки уже неужели никто вот не догадался раньше я тут пришла с небольшим твоим подарком это очень полезная вещь это древние индийские высказывания святых и если ты хочешь получить ответ на какой-то вопрос ты должен загадать его вытащить оттуда маленькую табличку подсказывания я сегодня хочу задать вопрос является ли андрей танцем каким мы его знаем или он притворяется загадала да я загадала добрый вечер пожалуйста меня на самом интересном месте девушки себя мешают на самом интересном месте ну дорогая мы давай давай в сторонку меню бессмысленном сознании никто не может достать вас это ваш крепость силен андретан однако можешь ты задать вопрос теперь окей по поводу себя или по поводу чего по поводу чего хочешь я на самом деле хочу загадать на и на желание а могу не произносить слов нет у нас полный экземпляционизм окей ладно тогда я задам вопрос когда настанет настанет во всем мире тономания нагло нагло думаю не скоро ты знаешь поддержала в трудную минуту очищайте прекрасный покой и тишину своего духа через эту тишину к вам придет ощущение бога и чистая радость тоже такое будешь выпускать спортивную одежду для йоги по всему миру тоже неплохо колоссальные доходы на кстати ты же знаешь модель сейчас выпускает кристин и пользуется большой популярностью ну что давай закажем я знаю что ты не пьешь на люблю все сладкое все фруктовая почему ты не пьешь а тоже потому что я считаю что это бессмысленно на самом деле зачем пить понимаешь если жизнь и так прекрасно почему люди решили что нужно и не знаю там что даже не знаешь вообще даже никогда не пил ну как это но пробовал как и все в 15 лет друзья позвонили маме искали примите товар понятно если ты начнешь пить это ты будешь пить очень серьезно поэтому опасаешься вообще боишься за свою репутацию на самом деле ничего скрывать поэтому не боюсь ну я приготовила тебе несколько провокационных вопросов я вот не могу понять то ли на самом деле ты человек со своими какими-то тайнами или потому что тебе и то ли тебе много завидуют потому что есть несколько вопросов достаточно нелицеприятных которых мне придется тебе сегодня задать и у тебя есть шанс ответить на них достойно ну на самом деле действительно я знаю что ну как бы меня как любят так и ненавидят это вполне нормальные вполне естественное явление потому что кому понравится мальчик который реально ворвался в нашу маленькую украинскую фэшн индустрию и сейчас мы поговорим об этом безусловно прошу прощения вы готовы сделать заказ о какая космическая девушка замечательная кстати из последней коллекции да я знаю что это девушка кстати в этом платье выходила анопка да кстати в этом в этом да ну анопку мы себе позволить не можем для вольности вольного пока вот а во сколько она тебе обошлась на самом деле все это было бесплатно потому что снежана сделала вот такой вот скажем так приятный жест и поддержала украинского молодого дизайн а как-то ее специально вызвал с нью-йорка с парижа мы на самом деле не увиделись в париже и просто я предложил говорю ну вот так и так она на прошлом показе сидела у меня просто в зале потом она говорит с проблеме могу тебя как ты умеешь уставлять вот эти крючочки вот раз топовый человек но мы не будем вас держать я знаю что андритан любит чай меня интересует жемчужина дракона но я я выберу скорее всего наглый фрукт безусловно в концепции спасибо вам нравится очень нравится очень современная коллекция и на этот раз не были красивые девушки в показе обычно твое лицо достаточно лицо которое представляет твою марку достаточно невзрачная девушка вот в девушках который абсолютно отсутствует момент сексуальности ну дорогая мне кажется что ты пропустила последние мои предыдущие две коллекции потому что ты была вот на практически в принципе ты была на предыдущих коллекциях я пропустила твою коллекцию которая была в осенью в октябре я была в америке да с книгами на голове с марта кутюр с книгами на голове да замечательно но честно говоря мне там запомнились книги и энтони дэлон потому что по моему разговоров было больше про энтони дэлон вот про энтони дэлона вот с этой коллекции я начала развивать свое направление смарт-кутюр которая посвящена умным интеллектуальным и дух от не очень красивым женщинам ну какой мешковатый если именно в этом направлении смарт-кутюр наоборот появились все прилегающие формы где дело специально для грудей которые увеличивали грудь да конечно почему получилось потому что ты вышел на рынок да ты понял что женщины хотят быть сексуальны женщины хотят быть красивыми понимаешь я могу с уверенностью сказать что да да раньше я боготворил ямамото и считал что японские дзянеры это высший пилотаж но философия философия но тем не менее нужно выживать на местном рынке и вообще если эту философию пропустить через скажем так возвышение женского тела и не знаю ну возвышение там ее на пьедестал то тогда можно на этом заработать деньги в конце концов почему этот сложный крон и женственные и романтичные безусловно почему не воспользоваться сексом если он продаваем правда же сексуальность как ты любишь расставляться точки на дыр акценты такие слушают это мой и моя жемчужина дракона дракон передо мной он же наглый фрукт хорошо вот это вот да и по моему еще нет че чашечек нет вот ахата че боже мой как все тонко по японски я даже не знал как спасибо тебе большое вот мне неудобно за тобой по ухаживаю сладости а вот тебе сладость я подумала что без сладости было бы неприлично прийти какой цвет скажи мне а ты был влюблен в женщин конечно ну мы говорим о первой любви или вообще можно можно ли сахар ответишь честно да но ты сейчас любишь женщин сейчас нет потому что я 24 часа в сутки посвящаю свою любимой работе или потому что женщины тебя разочаровали я не могу так сказать потому что мне же не там 50 лет мне 24 и я только начинаю вкушать а вкус жизни скажем так и вкус любви поэтому я считаю я просто для себя поставил цель что 28 в 30 лет я должен жениться у меня должна быть девушка ну жена которая будет естественно рожать мне детей потому что моя цель жизни ну как бы иметь как минимум трех детей у меня до у меня даже ноги ты понимаешь что у меня даже расстегнулась лавитон от такого я кстати оценил баса девушки очень красивый вопрос не в этом я просто очень поражена я знала тебя совсем с другой стороны и вдруг ты собираешься жениться на женщине и нарожать много детей ты забыла мне подать сахар у тебя сладости есть нет мне нужен сахар хорошо а ты ходишь в гей-клубы ну на самом деле так как ты понимаешь что у нас очень много людей которые окружают нас но в нашей сфере здесь на все стилисты парикмахеры естественно это люди с нетрадиционной ориентации поэтому естественно у меня много друзей которые естественно ну там геи но это вполне нормально и вполне естественно потому что у меня есть люди которые ну друзья которых я например не представляю по-другому скажи мне вот как ты попала в сэн-мартинс лондоне я знаю что тебя с лондоном связаны прекрасные и не очень прекрасные воспоминания вот как ты туда попал я приехал в свою коллекцию и показала на новых именах погляд и майбутни ну которые организуют данилевская ничипа рук и мне там вручили тогда вот первое место и тогда был спонсор очень известный не будем его рекламировать который оплатил мне поеду которого мы все равно будем вспоминать сегодня спонсор на самом деле ты не путай жюри и спонсор это две разные вещи который решает кто получит это место и тут кто это финансирует хорошо может ему просто понравился как был какой-то вот у него к тебе сексуальный интерес ты все-таки очень красивый мужчина который вызывает ну ты знаешь я могу сказать людей определенной ориентации то есть я могу это не можешь отрицать да я не могу отрицать вот это отрицать не у меня очень слащавая внешность и естественно для всех очень большой вопрос гея или не гей да мне вы знаете на самом деле наплевать вы думаете все что угодно самое главное выговариваете правильно мою фамилию она состоит из трех букв там я могу тебя кусать сколько угодно но так как ты двигаешься вперед каких успехов достигаешь насколько твое имя уже известно на всю страну это просто уникальный случай потому что я знаю что когда-то учился в харькове в харькове в техникуме я помню что ты хотел пробиться к пугачёвой да 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 это правда у тебя была идея у тебя уже тогда все просто сколько тебе тогда лет было мне было 14 или 15 не помню 14 или 15 лет и ты понял что вот там в москве находится пугачёва что если ты начнешь ей шить платье то обо мне узнают как у меня дашькина да тебя узнают все понимаешь и вот ну по моему тогда попытка не не удалось на самом деле тебе расскажу я все-таки дождался когда она приезжает в киев у меня тогда было когда это было вот тогда ты был маленьким я был маленький я насобирал денег я полгода копил для того чтобы приехать в киев и я написал для нее эскизы и когда люди выходили из концерта я просто но я был маленький и я просто прошмыгнул как бы и зашел в помещение в палаце украины естественно и там я пытался всеми правдами и неправдами прорваться к ней и как сейчас помню этот момент когда я сел на этот кожаный диванчик и разревелся того что у меня ничего не получится я понимаю что полчаса до концерта и все я приехал зря в лучшем случае я зайду в зал и посмотрю концерт хотя до этого я его видел уже много раз авантюрный что-то решила ко мне подходит охранник говорит мальчик чего ты плачешь а ты что прямо так сидел и плакал ну серьезно я просто разрыдался потому что ну я так полгода этого ждал ты представляешь ну это ребенок ну и я ему рассказал всю ситуацию он говорит ты сумасшедший он мне так и сказал и он мне провел через все кордоны и как сейчас помню она сидела вот спиной на кресле и я говорю здравствуйте алла борисовна и она поворачивается и говорит для вашего возраста я сказал здравствуйте алла для вашего возраста молодых людей вообще-то алла борисовна я показываю свою эскизу она мне тогда очень много дала совета потому что на самом деле тогда был сырое мясо и о каком дизайне можно было говорить потому что у вас есть интересные деи но вам уже найти свой стиль вам нужно найти то 語 panricier более сексуальное Забудьте про имамотку Как раз тогда у меня одежда была очень сексуальная Это потом я переосмыслил все это И делал такие вот как бы немного мешковатые формы И ударился в деконструктивизм Когда я приехал в Харьков и понял, что Если я сделал это, то я могу сделать многое Поэтому я понял для себя одно Что если человек очень сильно этого хочет Все божества просто помогают ему для того, чтобы это все произошло А все враги, они как бы отпадают Вот на самом деле я знаю, что меня очень многие люди ненавидят Почему тебя люди ненавидят? Потому что, ну я тебе уже говорил, что Ни для кого не секрет, что Кто будет любить дизайнера молодого, который за два года Сделал хорошую карьеру, который продается в 12 маркетингу Который сделал неприлично хорошую карьеру Я могу сказать, с чего вообще началась нелюбовь В Киеве к тебе Когда был знаменитый конкурс Это был первый скандал, в котором был уличен Андретан И это был конкурс 10 на 10 На который ты представил свою коллекцию И обошел таких именитых дизайнеров, как Анисимов, Гопчук Но дело в том, что ты его по большому счету не мог выиграть в этом конкурсе Я согласен, что я просто Потому что главное условие конкурса было показать новую коллекцию А ты показал, а ты оказался хитрым парнем Ты сначала выставился на сезонах моды И тебя могли лишить твоего приза Кстати, ты именно тогда получил машину Рено Но взял деньги, да? Да, потому что мне нужно было сделать ремонт в моем офисе Который я только переехал на Михайловской улице А ты представляешь, вот момент Ты на пятом курсе, у тебя офис на Михайловской улице Сколько тебе лет было тогда? Мне было 22 И вот многие сказали, что что-то здесь явно не чисто И тут всплывает Фоули, Дэвид Фоули Тайный покровитель, как все это называют Тайный покровитель, да Мне приписывали то, что я с ним там сплю Что он меня полностью консультирует и так далее Хорошо Это нормальный на самом деле процесс Нормально, безусловно Он же богатый покровитель Никогда не будут верить в то, что... Хорошо, вот этот Дэвид Фоули, он тобой заинтересовался Я поняла, что он тебя и в Сан-Мартин вывез, да? Да, да, да Вы, в конце концов, рассорились, что произошло? Ну, я не могу, на самом деле, комментировать эту ситуацию, потому что... Ну, именно с твоей точки зрения С моей точки зрения, я считаю, что... Мне не понравилось то, что нас славян не уважают Они считают, что они иностранцы, они могут нас купить за 3 копейки Я не согласен То есть была очень маленькая цена Очень маленькая цена А что он тебе предлагал? И хотели купить бренд Андретан за... 2 тысячи долларов За непомерно смешную... Нет, ну не 2 тысячи долларов, но... Я даже не буду, ну как бы, намного выше Но тем не менее... Сколько сейчас стоит бренд Андретан? Сколько? Ну, я думаю, что на данный момент он стоит уже миллион так точно Ходят ужасные сплетни Ужасные сплетни По поводу того, что ты набираешь в своё ателье молодых девушек швей Они тебе шьют одежду Я мало того ещё слышал больше После этого ты их увольняешь и не платишь денег Ну, ужасно Ну, я тебе говорю, ты можешь сделать этот опрос Я вот сегодня тебя приглашаю в своё ателье И ты спросишь у всех Потому что на самом деле у меня команда Которая со мной работает давно И единственное, есть люди, естественно Которые приходят Есть люди, которые уходят... Но некоторые клиенты жалуются Говорят, что иногда у тебя вещи Не очень технологично выверены Ну, на самом деле Просто, знаешь, я люблю в одну вещь засунуть Как бы всё Всё, что только знаю Ну, то есть ты людей не увольняешь Без денег, то есть всё в порядке, да? Я, на самом деле, я считаю, что у меня моя позиция по жизни Потому что я сам не раз обжёгся Что лучше я лишний раз останусь без копейки Но человеку я должен заплатить Если он сделал эту работу, он обязательно должен заплатить То есть это сплетни Такие жёсткие сплетни Потому что, на самом деле, ещё многие говорят, что Да он ничего не делает, всё делает его бедной девушке Там, я сам приходил в офис Правду ли говорить сейчас Андритан? Или нет? Сейчас посмотрим Так, здесь всё, конечно, зашифровано Мне кажется, это совершенно одну и ту же картинку Самый большой калибр человека, самой тонкой формы Это пояс союза с Богом Правду говорит, не обманывает Мне кажется, что то ли ты сам То ли журналисты, которые на тебя пишут То ли твои пресс-менеджеры, я даже не знаю кто Они преувеличивают значимость Андритана Например, появились такие заголовки У Андритана появился бутик в Париже Ну, это неправда Это сущая ложь Естественно Потому что это всего лишь мультибрендовый бутик Который продаёт многих дизайнеров Да, он находится на Георгказе Но ты, кстати, ни в одном интервью не исправил журналиста Который тебе задавал этот вопрос Ну, на самом деле, я же не буду делать пресс-конференцию Ребята, это неправда На самом деле, это бутик, который... А очень многие вообще возмутились подобного Я думаю, что иногда нужно опровергать такие вещи И делать это сразу Скажи мне, ты занимаешься плагиатом? У тебя очень многие дизайнеры отечественные наши Обвиняют в том, что ты занимаешься плагиатом Ну, мне на самом деле очень смешно Потому что я веду свою линию, которая называется смарт-кутюр И всегда, как бы я не поменял свой стиль и направление Всегда всем видно, что это Андретан По моему сложному крою По моей обработке Ну, я могу сказать, сапоги, которые ты сейчас представила в журнале Магазин Это позапрошлогодние эти джинсовые длинные Это позапрошлогодняя коллекция Шанель Я знаю, это не позапрошлогодние, это последние Нет, дело в том, что... Я ещё, кстати, не видел этот журнал Дело в том, что ты не путай, пожалуйста, когда мы делаем отдельный образ Для звезды, для сцены И когда мы делаем отдельно коллекцию Когда мы делаем образ, самое главное — это преподнести И достать те, как бы, качества Потому что Юля, она только вышла на сцену Как бы только заходит на, ну, скажем так, на поп-сцену Естественно, нужно... Я общался с ней долго... Можно позаинствовать некоторые приёмы Ушанель, ты хочешь сказать? Да, какие-то элементы Потому что всё равно додуматься до этого Нужно потратить, наверное, достаточно много времени и лет, да? Да, потому что всё равно это было одето с другим платьем Это было одето с другими аксессуарами Я, на самом деле, не говорю... В конце концов, это сделала другая компания, которая занимается обувью И я, ну, как бы... В общем, Андрей, там ни при чём, да Ни при чём Ну, просто... Ну, я как бы не говорил, чтобы писали, что это моя обувь Скажи, про твои отношения с Сергеем Зверевым Вы дружите? Да, мы, естественно, поддерживаем отношения Если ты знаешь, он участвовал у меня в показе Потому что... Это тот самый звёздный показ, который я пропустила Да, 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 да Тем самым, понимаешь, когда ты показываешь себя в Москве Ты должен выделиться из тысячи дизайнеров, которые показываются А почему именно ты взял Зверева себе? Он всё-таки достаточно не везде принимаемый человек, понимаешь? Ты знаешь, на самом деле, я вот из тех людей Ну, я тебе рассказывал, что я, на самом деле, ничего не предпринимаю Как появилась программа «Жертва моды» и всё остальное То есть я ничего этого не делаю Я просто, вот, ну, целенаправленно иду к своей цели И вот рука меня какая-то ведёт Она, как бы, меня, знаете... Парень, который в 14 лет поехал в Киев на концернала Пугачёва И прорвался через много-много охранников Ничего не предпринимает Ложь Съешь конфетку Съешь конфетку, она сладкая Не то, что не предпринимает Но ты понимаешь, я не делаю Я, там, не пробивался через Зверева Просто я приехал, и была подруга Лена, которая говорит Слушай, тебе нужна какая-то фишка Нужно о том, чтобы о тебе говорили в Москве Вот давай, говорит, моего дружка Серёженьку вставим в показ Я говорю, ну, давай Говорит, давай я тебе завтра устрою с ним встречу Я привез в свой портфолио, показал коллекцию Он говорит, слушай, это же вещи Это же я Зверев, это ты У вас есть что-то общее между... На самом деле, мне кажется, общее одно Потому что он, вот тот, который он на экране Тот, который он в жизни Это два совершенно разных человека Он, на самом деле, очень комфортный Очень такой, я не знаю Ну, не могу сказать стеснительный Но всё равно, то есть для экрана он делает совершенно другое Вот то же самое Те, кто знают меня по жертве моды Естественно, я совершенно другой в жизни Ты сама прекрасно знаешь Совершенно другое в общении Мне кажется, что ты похож на педика Я не говорю даже про гей А на педика в этом вот именно Ну, ты понимаешь прекрасно, что для того, чтобы программа была рейтинговая Должен быть какой-то такой нестандартный, нестандартный, я не знаю, там, образ, скажем так А ты думаешь, что если бы ты был настоящим мужчиной, то это, ну, в ней вот именно образ настоящего мужчины Интересно смотреть программу о моде, где передвигался бы парень, там, в сухом пиджачке, похожего на клерка с галстучком Это так сексуально Ну, я не уверен Но именно эта программа тебе дала народную популярность Ну, я согласен, потому что телек, он делает совершенно другое То есть он распространяет твое творчество в массы И все равно, как бы ни говорили дизайнеры, что нас не интересует масса, все равно наш потребитель Это там... Ну, я помню, как ты отрекламировал себя, свою одежду в одной из программ Парни не подходили брюки, и ты снял с себя штаны, посвятив, между прочим, как зверев Ну, слушай Своей попой, своими трусами, своим красивым телом И отдал парню, ну, возьми себе, пожалуйста, штанишки от Андритана Ой, ну ты... То есть на что ты еще можешь пойти ради продажи своей одежды? Ради своего имени, ради славы? Только честно, только честно Ну, вот я, на самом деле... Все заповеди здесь, понимаешь? Я, на самом деле, аж додумался, знаешь Вроде все уже сделал, да? Все уже пошел Что ты можешь пожелать людям, которые тебя не любят, своим врагам? Я, на самом деле, желаю им всего самого наилучшего Потому что, если вы не верите, как человек может добиться своего, я не знаю, там, своего счастья Потому что, на самом деле, я благодарю каждый день Бога за то, что занимаюсь любимым делом И каждый день, когда я еду на работу, я благодарю Бога за то, что я еду на любимую работу Какие бы проблемы у меня ни были на работе, ты же знаешь, в фэшн-бизнесе их очень много Поэтому я хочу им пожелать... Я хочу их просто пригласить к себе в гости Пускай они приедут ко мне в студию и увидят, как я работаю Потому что я работаю 18 часов в суток Какую последнюю книгу ты прочитал? Кстати, последнюю книгу я прочитал прямо по маркетингу Это компания Старбокс, да Как он построил свою империю Тебе надо в Америку, кстати Я даже не понимаю, что ты толщешься в Москве и в Лондоне В Париже все равно прогорает все Я думаю, что тебе нужно в Америку и прямо господину Старбоксу к нему И сказать, ребята, я знаю, как в ваших бутиках На самом деле, я же показывался на неделе в Гонконге Вот в январе месяце своей коллекции И на самом деле у меня большие планы по поводу Нью-Йорка Потому что мне очень нравится этот город Мне кажется, что это... Я тебе абсолютно говорю, что Нью-Йорк это 100%... Это мой рынок, вот честное слово Я просто чувствую это интуитивно И там так много денег в этом Нью-Йорке, в этих непоскребах Есть столько искушений, да Ну что, на этом я, наверное, хочу тебя поблагодарить Что ты... Ну ты мне сегодня немало вопросов задала Очень острых и таких пикантных Ну ты же сказал, что ты немножко разочарован Ты ожидал более откровенных Как тебя спросить о чем-то более откровенном Как ты сразу же начинаешь закрываться Ну, во всяком случае, надежду девушкам Андритан сегодня уже дал Ой, Светочка, ну спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо